К морфлингу туда, в общий пик Шторм Спирит, Скайрос Маг и Вич Доктор от FiveEva. Лешрак четвертым персонажем для команды Can't Say Whips. Пока что пики мне нравятся с обеих сторон. Чен и Лешрак, собственно, готовятся, я думаю, в выход на какой-то вменяемый пуш. Хотя Лешрак, тут видим, что мейн керри нет. В общем-то, Лешрак, скорее всего, будет фармить на легкое. Если Лешрак фармит на легкое, то диаболики он оставляет на потом. Диаболики откладываются. Забанила команда FiveEva также антимага. Вот что и удивительно, антимага, войда и снайпера. Решили избавиться от керри, Can't Say Whips пошли немного другим путем. Я думаю, появится еще один какой-нибудь пуш персонаж. Например, тот же, тот же, тот же, тот же Веномансер в мид. Почему бы нет? Если будем пушить, то почему бы не пушить через варды и все к этому прилагающееся. Ну, а Shadow Shaman здесь уже толком не пикнуть. Я думаю, хотя тоже. И Shadow Shaman в миде нормально стоит тут. Шапки в меня, я думаю, не полетят. Shadow Shaman хорошо стоит на миде. Есть у него все необходимое. Плюс, если какого-то одного героя типа Венги поставить на помощь, Бесмастер в сложной, Чен в лесу. И Венга с кем-нибудь в миде, например, опять же, с тем же SS могла бы простоять. Все это до шестого левела продержаться, немножко отковыряться. А дальше просто по КД сносить товара один за одним. Можно было бы попробовать? Можно. Станет ли Can't Say Whips это пробовать? Узнаем немного попозже. Сларк для команды FiveEva. А теперь у меня вопрос по морфлингу. Куда он направится? Ну, видимо, будут стоять 2-1-2 игроки команды FiveEva. Шторм Спирит в мид. Морф с кем-то из саппортов. Я думаю, скорее всего, со Скайра с магом. И Вич Доктор со Сларком на другой линии. Сложная, легкая. Тут уже вопрос относительный. Ну, Сларку, в принципе, полегче, наверное, будет стоять... Точнее, морфлингу полегче будет стоять в легкой. А Сларку самое оно отправляться в сложную линию. Инвокер для команды Can't Say Whips. Посмотрим. Посмотрим. Возможно, Инвокер у нас будет через 4JD. И тогда пуш-страта вполне себе вменяемая. Кабан есть. У Чена куча людей. Лешрак имеется. Инвокер тоже пушить может. Некра никто не отменял. Некра, 4G. Глянем. Ну, глянем. Опять же, на раскачку Инвокера станет сразу все понятно. Нет, у нас Миракл играет на Сларке. Последняя игра от Миракла на Сларке заставила, по-моему, команду Рейв плакать кровавыми слезами. Что с ними сотворил этот Сларк? Это, в общем-то, до 23.00 по телевизору никто не покажет такое. Чейнс на Инвокере. Мусика играет на Лешраке. Это тоже, в принципе, видел я. Туди играет на Бесмастере. 3-4-3 на Веншфул Спирит. Ну и Чен остался для Кенси Уипс. Со стороны команды FiveEva, ну, кого я, никого я здесь не знаю. Сколько уже их комментирую. Миракля знаю на Сларке. Остальные по букве, по букве, по букве. Разобрали своих героев, игроки обеих команд. И теперь по расстановке лайнов посмотрим, что получается. Шторм у нас отправляется на мид, скорее всего. И сразу три игрока, команды. FiveEva идут за ним тут. В общем-то, встреча на руне может быть. Будет ли драка, ну, на рунах, на нижней руне, на топ руне, точнее, никогда драки никакой не наблюдалось. Сколько смотрю, никто толком не дерется. Редко-редко какой-то один фраг несчастный заберут. А так, чтобы рубиться до последнего, нет. Такого не наблюдаю. Ну, и команда CSW отправилась вообще на нижнюю руну. Могут здесь встретить Морфа, могут, в принципе, и не встретить. Морф у нас спот заблочил. Контроль тоже, в принципе, за отдельным участком карты имеется. Морфа поймали. У Морфа пока ничего не вкачано. Тут надо будет вейв, скорее всего, потому что не должны его отпускать. У Мусики есть стан. Блочат его, блочат Морфа. У Морфа имеется здесь вейв. Вейвформ не такой уж дамажащий, зато сейвовый. Вейвформ и Морф у нас уходят побитым, но живым. Чен тоже наполучал нормального тавора на первом левеле для Чена. Это серьезное испытание. 230 у Гоудот и ничего на руках, и ничего пока не имеется. Еще и на последние деньги забирает у нас Сентри в Курьера. Ну, Гоудоту деньги поначалу не так критичны. Тут не он будет драться, а крипы, которых он будет забирать. Это, в общем-то, ясно для всех. Морфу, 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 Морфу. Все, что оставалось, это отойти подальше на лайны и хилиться как можно сильнее и быстрее. У Морфа всего два танга остается. 511 по ХП у Морфлинга на данный момент. Это, в общем-то, сладкая цель для Венги, для Лешака. Бесмастера стараются у нас подцепить. Скайросмак еще один Арканболт в спину Туди заливает. Зачем Туди вышел так далеко, непонятно. Шторм здесь фармит и на отводах у нас работает Вич Доктор. В миде Сларк против Чейнца. Миркл решил на Сларке отправиться в мид против Инвокера. Интересное решение. Чем, собственно, это все закончится для Миркля, не ручаюсь говорить. Ну, Инвокер, мне кажется, получше стоит мид, чем Сларк. Хотя и Сларк относительно не встреет. Сложно просто так встрять. Ну что, поймали у нас Морфа. Поймали Морфа и очень быстро развалили. Даже не смог переключиться. Стан. Под ноги еще один стан. 2-3 удара. Лайтнингсторм по голове. Все, Морф у нас отваливается. Первый фраг забирает его Мусика. По голде 790 за одного несчастного Морфа зарабатывает у нас Мусика. И на первом левеле это, по-моему, очень круто. Точнее, на первых минутах. У Мусики уже практически третий. У Морфа тоже практически третий уровень. Морф солов сложный. Честно говоря, не верил я в этот вариант. Даже тот же Сларк был бы, наверное, повменяемый. А Морфа можно было отправить в мид против Инвокера. Ну, хотя Миркль свое дело в миде делает. 10 на 2 у него Крипстат. Обгоняет он Инвокера с невероятным преимуществом. 4 на 3 у Инвокера. Чейнс. Пошел через Колд Снеп. Миркл просто не реагирует. Он стоит под Колд Снепом. И просто бьет Крипов. Ничего лишнего не делает. Ни на что не отвлекается. Формит, 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 формит. Курьер ему в подарок уже несет Боттл. Также Боттл для Си для Шторма. Туди пока без Крипов практически одного кое-как добил. Остальные мимо него прошли. У Си тем временем 16 на 7. Он выходит на первое место по Крипстату. Дальше уже разместились Сларк и Мусика на легкой линии. У Чейнса дела не так хорошо. Но тоже относительно выравнивается. 10 на 6 у него Крипстат. Но Сларка потихоньку начинает загонять. Квас Векс. Форжей пока мы не увидим с вами. Да, Форжей мы вас точно пока не увидим. Чейнс опять же гоняет у нас Сларка. Но Сларк Колд Снеп может себя сбрасывать. Зачем здесь Колд Снеп непонятно. Вот Торнадо и ЕМП это вещь поприятней и пополезней. А уже потом что хочешь можешь давать Колд Снеп и все остальное. Сларк потому что через элементарный Дарк Пакт все абсолютно и выйдет, что в него Чейнс пытается влить. У Сларка есть Боттл. У Чейнса Боттла не имеется. Зато Чейнс уже практически собраны в фазы. Скоро будут лететь. 2 Блейд Офф Атак собрал. И осталось только на тапок накопить. Туди 1-0 по-прежнему. По-прежнему Бич Пати у оффлейнера команды CSW. Мусика уже бегает с Арканами. У Мусики сверху 500 по золоту. Побежала у нас Венга с Ченом. Куда? Будет ли это выход в мид? Нет. Выхода в мид скорее всего не будет. Тут просто погибают крипы. Хотя готов у нас. Готова Венш Фулл Спирит. Поднимает у нас ветра Сларка. Сларк без Дарк Пакта. Разваливает у нас Сларка. Сларк погибает. 2-0 для команды CSW. Очень удачный выход от Венги. И тут теперь больше раздолья для Чейнса. Можно в принципе фармить не опасаясь. Да и по левелу будет он опережать Сларку. Сларка 5 у Чейнса 6 с копейками. Все в общем-то качается в статы, в реген. Все вы в общем-то прекрасно понимаете. Так что можно будет как-то кайтить. Можно будет как-то бороться со Сларком. Немного нечестными методами в вопросе мид гейма. Какой-то магией спамить. Опять же EMP, колд снэпы. У Мерекля могут появиться проблемы. Хотя до 6 левела надо достоять. Дальше посвободнее будет себя чувствовать мидер команды 5 ever. Прыгает у нас Мерекля на Чейнса. Не привязал. На подсейф здесь уже был Вич Доктор. Есть ли Вижен? Одну секундочку. ВД пока у нас вне зоны видимости Чейнса. ВД может выйти в любой момент. И тогда Чейнса можно будет ловить. Для этого Мерклю просто надо привязать. Мидера команды CSW поставили в арт. И теперь все прекрасно видят. Контролируют полностью всю ситуацию. Куда у нас отправляется ВД? Почему нигде не касается ТП? Секундочку. На второй Тауэр по нижнему лину отправляется у нас ВИЧ Доктор. Кто здесь? Здесь Морф. И Морфа начинают загонять. Здесь постепенно разваливается Тауэр. Мусика без Диаболиков. В принципе с руки нормально бьют. Опять же здесь есть все, кто бьют с руки. 52, 52, 52. Все готовы по 150 два раза в секунду. Ну или раз в секунду вливается в Тауэр. Тауэр Тауэру немного останется. По поводу качества, кто в чате спрашивал. Ребята, качество было и вчера почему-то Твич решил, что можем мы и без качества работать. Опять убрали эту функцию. И даже удивительно, почему так случилось. А по поводу стримов на меньше 1К тел. Мы уже не стримы на меньше 1К тел. Последние дня 4, наверное, где-то за полторы, за 1800 переваливало количество стримов. Теперь, ну поэтому дело не в количестве людей точно. Вчера было много раз по 1800. И тем не менее забрали у нас качество. Но разбираемся с Твичом. Там постоянно ахинея происходит. Что в чем дело, попытаемся разобраться. В кратчайшие сроки качество появится. Тем более канал новый. Качество было. Качество было. Возможно, в Твич что-то там у себя в органе что-то там придумывает. Минус 2 человека для команды 5F. Уже отвалился у нас Миракл. И отвалился Эл Навич Докторе. Пока небольшая пауза. Можем, в принципе, посмотреть, что после 5 минуты. Вообще на карте происходит. 2000 ССВ плюс по золоту. По экспириенсу 1500 плюс. У Чена на руках 855. У Лешака 1100 сверху после Аркан Бутсов. Бессмастер с Транквилами. По-прежнему 1 крип. За 5,5 минут Туди кое-как насобирал всего 1 крипа. И то, мне кажется, это было случайно. У Венжи Фулл Спирит. В Венжи Фулл Спирит ничего хорошего не происходит. У Инвокера Фейсбут снул талисман. У Миракля. Тем временем 345 на руках. Бутсов Спид, Пурман Шилд и Боттл имеется. У Вич Доктора. Собственно, ничего. Даже сапога нет. У ВД. Скайрос Маг с сапогом с Ботлом. Откуда вообще Боттл у Скайрос Мага? Что это такое? Ну и Морф с двумя колечками. Морф абсолютный бомж. На данной стадии игры у Морфа 3.0. По-моему, по Нетворцу он должен даже Бессмастеру проигрывать. Проигрывает. Еще как проигрывает. У нас Морфлинг к Бессмастеру. 874 у него по золоту. У Бессмастера 1272. Ну и последний на закуску у нас Шторм Спирит, который фармит в легкой. У Шторма. Четвертое место по Нетворцу. Он фармит в легкой, но тоже чувствует себя не очень хорошо. 36 на 19 Крипстат. По вещам видите. До Пауэр Трэдс. Собственно, ничего не осталось. 14 даже сверху останется после покупки Пауэр Трэдс. Возвращается у нас Вечдоктор. Осталось Мираклю. Подключиться. Ну, наверное, дисконнект какой-то случился. Видимо, реконнектит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Возобновляют игру. Тауэр падает. Видишь, Доктор через каски. Каски второго левела. Тут сильно особенно не надамажит. Тем более, крипов много. Танковать есть кому. Тауэр сыпется. На помощь не идет ни Шторм, ни Скайросмак. Тауэр сыпется. И, возможно, будет попытка забрать и второй Тауэр. Кентавр танкует. Кентавру вообще плевать на то, что Тауэр ему пытается рассказать. Кентавр, в общем-то, и на ЛОХП. Но вытанковал все необходимое. Сейчас Чен, я думаю, на базу может, ребят, отправить. Пусть порегенится. Тем более, потом к себе очень быстро сможет назад вернуть. Ну, первый Тауэр упал. Команда ССВ выигрывает 2-0. Плюс первая забрала Тауэр по нижнему лайну. А Бистмастер тем временем на сложной 1-0 по-прежнему у Туди. Туди очень плохо себя чувствует. Но не так плохо, как чувствует себя Морфлинг. Морфлинг вообще ничего толком не может насобирать. Четвертый левел. Морфлинг горит, сыпется от всех вообще скиллов, которые в него. Ну, 26 демэджа у Морфлинга. Но это же просто какой-то позор. Как говорил товарищ Швондер, Швондер в собачьем сердце. Вот примерно та история у Морфлинга. Ничего он не может сделать. С 26 даже дэнайт крипов толком не получается. А где-то перетянуть на агилите свои статы. В общем-то опасно для Морфлинга, потому что может рассыпаться. В любой момент получит стан. Уже такое было. И после этого под ноги зарядит и музыка. Еще один стан. Так, у нас Миракль в инвизе пошел во вражеский лес. Будет пытаться разбить здесь Чена. Крипов забрал. Одного точно забрал и уходит отсюда. Какой подлец, а. Крипы бегут на лохэпэ. У нас крипы, но они готовы драться. Хотя бы клэпнуть разочек. Миракль у нас уходит в Шадоу Дэнс. Но здесь не по шансам. Мусика знает, чем контрить Шадоу Дэнс. Через пульснову очень просто разобрали главного героя команды Файфэва. Об этом точно можно говорить, потому что герой и правда является одним из наиболее главных. У Шторма 60 крипов. Даже удивительно. Где, кстати, деньги? Если у тебя 60 крипов, покажи мне свой миллион. Нет, у Шторма миллиона нет. У него пауэртретс. И у него постепенно, я думаю, будет готовиться выход в Оркет. Зацепили у нас Скайросмага. Четвертый левел приземляется, умирает. Вот Квас Вексовский инвокер. Бросил колд снэп, торнадо подняло. А там уже об землю любой, в принципе, разбиться может. Миракль приходит. Крипы очень быстро падают. Здесь Сторм Лайтнинг. Здесь имеется, опять же, Шок Вейв от Сатира. Миракля будут цеплять. Шадоу Дэнс нет. 2 секунды еще. И на лоу ХП отсюда уходит Миракль. Тауэр падает. Стратегия пока работает. Вот Форгидов разве что не хватает здесь еще. И так вообще бы очень быстро и качественно падал Тауэр. Ну что, через Болл Лайтнинг врывается у нас Шторм. Притягивает к себе 3-4-3. 3-4-3 рассыпается. Вич Доктор тоже погибает пока что один в один. ЕМП у нас по Мираклю. Миракль отсюда уходит. Паунс вовремя про Юзау. 1 в 1 плюс потерянный Тауэр. Ну хоть чем-то 5-5 вас могли отомстить. По золоту, видимо, даже немного больше получили. По графикам CSW далеко должно быть впереди. Так и есть. 5 тысяч по золоту. По Экспириенсу 2 с копейками. Гоняют у нас еще Миракля. Одними зверушками у нас здесь управляет Чен. Сейчас еще и поймают, скорее всего, Шторма. Ну тут 8 секунд не будет здесь стомпа, в принципе. Ну разваливается в итоге Чен. Шторм у нас ловит Айс... Господи, Айс Бласт. Колд Снэп, конечно же, ловит у нас Шторм. И Шторм тоже отправляется в таверну. 7-2 счет. 700 по голде поднимается CSW. Какие-то песни я не понял от кого. От Лишака что ли? На него это не похоже. У Винги тем временем 400 на руках. Есть Boost of Speed. Больше пока ничего. Штормка постепенно собирается Bloodstone. Уже имеется Point Booster. Есть Vitality Booster. Осталось всего лишь 500 по золоту до Energy Booster. А там рецепт относительно недорогой. Относительно, конечно же, артефактов. У Чена Баклер имеется. Хедрески пока нет. Рецепта на Мекку тоже пока нет. Чейнс вместе с Туди решили пройтись по вражескому лесу. Ну, увидели у нас здесь Шторма. Крик у нас пошел от Туди. Ну, улетает отсюда Шторм. ЕМП раньше надо было кастовать. Надо было ближе находиться. Что Чейнс, в принципе, себе думал непонятно. Но, скорее всего, Чейнс за это заплатит. Сейчас Миракли у нас в Shadow Dance разваливает постепенно Чейнс. И должен он погибать. Хотя и Миракли в итоге умирает. Один в один подрались вот здесь. И также умер у нас Вич Доктор, но в других местах. Туди у нас гонит Шторма. И может, я думаю, забирать. Надо только, чтобы Кабан добрался до Шторма. Еще и Лайтнинг Шторм зацепили у нас. Шторма, Шторм рассыпался. Два в три драка. Звери тут наказывают Скайрос Мага. Здесь вообще какой-то звериный ад. Друг против друга воюют Крипы. Как вообще их столкнули лбами. Ну, все это проделки Чена. Я думаю, все прекрасно это понимают. У Туди на Бесмастере 17 крипов появилось. Да не праздник ли это вообще для оффлейнера команды CSW? Также прилетает ему Сол Ринк. А в это время появляется Бладстоун для Лишрака. Стандартный Бладстоун. 8 зарядов. Будем ждать наборов зарядов для Мусики. Не так давно именно на этом персонаже Мусик отворил невероятные вещи. Там, по-моему, 15 или 16.1 закончил. Очень круто на данном персонаже Мусика отыгрывает. Опять же, все это в роли фармящего Лишрака. Лишрака Керри на легкой линии в Соло. Диаболики 3-го левела. Тавер должен сыпаться. На подсейф никто не идет. Ну, Глиф провязали. Подсейф уже просто будет бесполезен. Никто не успеет прийти. Опять же, Глиф провязали. Все это, в общем-то, понты полнейшие. Потому что никто сюда приходить не собирается. В это время на мид у нас выходит Шторм Спириту. Шторма уже имеется. Обливент Став есть 800 на руках. Здесь у Морфлинга. У Морфлинга появился Соул Ринг. Есть также Транквилы. Что это за Морфлинг? Зачем он? У меня больше вопрос действительно, зачем нужен такой Морфлинг? Что он будет по факту делать, мне толком не понятно. Ну, в это время горит Т2 на топе. Внешний тавер по топу весь сломался. По миду еще стоит Т2. По нижнему лайну тоже стоит Т2. По Нетворцу на первом месте у нас Лешрак. 7200 у него. На втором месте и первой в своей команде Си на Шторме. Практически 6000 насобирал. Кстати, у нас увидели Си. Будет ли здесь свап и далеко ли вообще Винга находится. Винга под смоком. Винга недалеко, но... Свапом не дотягивается. Мусика выходит у нас на очередной Тауэр. Диаболики откатились. Глиф есть у команды 5-5. Здесь пока разведут, я думаю, на Глиф, а потом можно и с Диаболиками будет зайти. Глиф не юзают. Пошли гореть Диаболики. Вот теперь юзают Глиф. Что за подлецы 5-5? Крепы, крипы, крипы, крипы не подходят. Тауэр пока что сыпется, и сыпется достаточно быстро. Ну, здесь огромная пачка у Чена. Имеется и Сатир есть, и Медведь, и Тролль. Все полезные. Единственный, кто в данном стаке не участвует, это Кентавр. 14 минут. Последний внешний Тауэр команды 5-5. И тоже вопрос времени. Я думаю, Чен сейчас пойдет разваливать и его. На парусле Шраком все должно получиться. Хедресс летит уже, и практически есть рецепт на Мекку у Гоу Дот. Вот и Кентавр нарисовался в стаке. Куда делся Сатир? Где он? Смоук от команды CSW. Выход будет на нижний лейн. Готовится на Т2. Уйти, улетает у нас отсюда Морфлинг. Драться не хочет. Крик пошел у нас. Вичдоктор. Вичдоктор очень быстро рассыпается. На лоу ХП уходит Скайра Смак и Миракль застрял у нас на хайграунде. Правда, под своим вардом. Вижена у команды 5. У команды CSW там нет. Мистик Флэр. 3-4-3 рассыпался. Уходит отсюда Шторм. В Шадоу Дэнсе у нас Миракл. Где Инвокер? Инвокер, 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 Инвокер. Цепляет у нас Морфлинга, но Морфлинг просто несчастный и печальный. 44 демеджа. 1200 по ХП имеется у данного персонажа. Но больше, в общем-то, ничего вменяемого нет. Гол Дот приносит себе в итоге Мекку. На 15-й минуте неплохой тайминг. Мусика по Нетворцу опережает своего прямого преследователя на 2000 с копейками. Чейнс, в общем-то, примерно как Шторм у нас идет. Короче говоря, вы понимаете, команда CSW по фарму далеко впереди. Ну и по графикам это все прекрасно видно. Более 7000 их превосходства. Ну, по Экспириенсу там дела относительно ровные. Сларк у нас зашел за Т1, сбрасывает с себя Праймал Руор. Поднимают у нас ветра Сларка, скорее всего развалят. Дарк Пакт, но Дарк Пакт уже после смерти. Разве что можно проюзать. 12-5. 5-5 начинают гореть и начинают гореть в прямом смысле этого слова. По всем лайнам полнейший развал. 12-5. Драки не складываются. Люди умирают. Вышки падают. Золото за 7,5. Экспириенс. Более 1000 в пользу CSW. У Лешрака появляется Даггер. И после Даггера, кстати... Не после Даггера, а вообще. Продолжают расти заряды в Бладстоуне. У Бестмастера до Аганима еще 1100. У Инвокера уже собранный Оркит. Оркит, точнее, только-только прилетает. В Веншфул Спирит есть Пауэр Трэдс. До урны, в общем-то, немного осталось насобирать. Будет, не будет, это вообще вопрос. Не особо актуальный Винга. Ее роль высвапывать. Ее роль высвапывать, менять местами себя и того, кого убьют. И умирать в файте. Все, что делает у нас Винга. Ну, такой саппорт. Такая вообще работа для саппорта. И всем саппортом, в общем-то, на заметку. У Шторм Спирита тоже имеется Оркит. Есть Пауэр Трэдс. Есть Боттл. У Скарес Мага сразу тринул Талисмана. И воет. Господи, Пауэр Трэдс. Но рассыпался у нас очень быстро. Морф во Вражеском лесу. 0-2-2. Счет у данного персонажа. Морф начинает постепенно в никуда идти. Восьмой левел. На девятнадцатой минуте соло стоял Морф. Ничего по золоту не вынес. По артефактам тоже ничего интересного. Зачем такой Морф нужен, до сих пор не могу понять. Зато Шторм имеет у нас Оркит. И у Шторма все относительно неплохо. Он первый в своей тиме по золоту. У Сларка появляется Даггер. Кроме Даггера на дэмэдж больше ничего. И сейчас, после покупки Огар Клаба, тоже ничего на дэмэдж. Правда, ХП подрастет. Ну, Сларк, я думаю, в Блэк Кинг Бар у нас выходит. Скайросмага у нас цепляют. Колд снэп в спину. Скайросмаг должен сыпаться. Опять же, он еще под Оркитом. Скайросмаг на лох, ХП. Вроде бы отсюда и уходит, а вроде и остается. Инвокер забирает этот фраг просто в соло. Пять-шесть ударов в спину Скайросмагу. Тот уже не жилец. Два-два счет у данного игрока команды 5-Eva. Можно забирать Тауэр. Три Кентавра. За ними Адский Медведь Крушитель. Где Сова, где Сатир? Да, в принципе, нигде. Кентавры будут у нас заниматься сносом Тауэра. Ну, три стана по КД. Это, конечно, жестко. Шесть секунд держать в стане. По-моему, по две, да? Да, по две. Нет, по три. Или по две. Да, оглушение героя два. Два. Ну что, врывается у нас Шторм. Сразу же ловит Сайленс. Шторм должен погибать. И он, собственно, и погибает. Лишак по-прежнему живой. У Лишака все хорошо. Где, кстати, он? Лишак только сейчас подходит. Пропустил один фраг. В Бладстоун было бы полезно. Туди у нас наорал на Морфлинга. Морфлинг развалился. И даблкил для Чейнца. Выходят на Тауэр игроки CSW. Я думаю, надо идти на Хэгграунд. Сейчас диаболики закончатся. Через... Через сколько? Через 15 секунд будут новые диаболики. Надо идти на Т3. Зачем медлить? Морфлинг выкупиться не может. Шторм Спирит тоже не может выкупиться. Ладно. Рошан так Рошан. Драки все равно у CSW получаются лучше. И здесь надо Мусику обезопасить. Я думаю, именно ему и надо забрать Аэггис, чтобы не сливать просто так заряды Бладстоуна. Туди, если что, на подсейв стоит. Но подсейв не от кого. Файфэва вроде бы и понимали, где находятся их оппоненты. Однако... Врываться было бессмысленно. Шансов пока в масс-файтах точно говоря... Ну... Мягко говоря, никаких. Цепляют у нас Морфлинга еще раз. По КД станы Морфлинг сыпется. Хотя тут на подсейв есть практически вся команда. Морф все равно продолжает невероятным дэмэджем погибать. Так, гляньте, какие у нас крутые каски летят. Через всю карту на тебе по голове Кентавра. Высоко взлетели даже выше экрана каски. У них такая траектория. У инвокера еще и поинтбустер. Сверху также имеется форстаф фейсбутс. Но оркет мы с вами видели. 150 сверху. Инвокер, как я понимаю, выходит у нас в... А что выходит инвокер? Неужели в Аганим? Будет интересно посмотреть на инвокера с Аганимом. С быстрыми раскастами. У Сларка ничего нового. Пока что в этом билде нет. Но правда в стэше имеется Митрилхаммер и Огр Клаб. У Скайрес Мага тоже никаких обновлений. У Шторма Огр Клаб. И в общем-то на этом все из новых вещей. У Лишака 830 на руках. 12 зарядов в Бладстоуне. И Геос Септер вместе с Блинк Дайя. Мусика в принципе выформила очень круто. 141 крип у него. 5-0-4 счет. Так, захочешь его убить, толком и не надамажишь, не убьешь. 14-го левела он. Да, топ-левел на карте у Лишака команды CSW. Ну, по-моему, 5-5 в этой игре уже ничего толком сделать не смогут. Здесь, в принципе, нормальная пуш-стратегия. Хорошо реализована. На хайграунде стоит команда 5-5. Не спускаются, не атакуют. Пока что смотрят, как падает их тавер. Ну, ждут крипов игроки команды CSW. Нет смысла, в принципе, без крипов заходить. А здесь вся команда 5-5 ждет, собственно, своего судного часа. Когда CSW придут сносить их Таура и Бараки. ЕМП в спину и без маны у нас морфинг. Морфинг должен здесь, скорее всего, умирать. Мистик Флэр в Чейнзе. Чейнз выживает. Никуда ему не деться. Хенд оф Гад еще не проюзал у нас Чен. Одной Меккой практически полностью Инвокеру восстановили. Все необходимое. Ну, и у Инвокера, вы понимаете, через класс, опять же, крутое восстановление здоровья. Чейнз практически фуловый. Торнадо и колд снэп на данном этапе. Так, врыв у нас пошел от Шторм Спирита. Без маны практически. Шторм Спирита сюда улетает. ЕМП лежит. Драться никто не хочет. Мирикль врывается у нас Чейнз. Попытались его вытолкнуть. Туди у нас наорал. Наорал на кого-то в глубине хайграунда. Стоит в арт и нормально валит. Потеряли Лешрака. 5 секунд Лешрак будет возвращен в игру. Может, даже нет смысла отсюда уходить. Хотя... Чейнз сильно битый, но у Чейнз опять же имеется Аэгис. Да, врывается у нас Лешрак. Мусика должен включать Диаболики и попытаться постепенно хотя бы кого-то разваливать. Быстро, очень быстро падает барак. Никто из 5-5 не решается подойти. Готова команда 5-5, чтобы начинать. Врывается у нас Шторм Спирита. Летают топоры. Мусику зацепили. Очень сильно проседает Шторм. Умирает Меркель. Умирает Шторм. По байбекам, я думаю, вопросов нет. Иначе байбеки были бы. У Меркеля нет байбека. Есть у Шторма только данная вещь. Ну, снесли Лайн. И спокойно отошли игроки команды CSW. По итогу файта по золоту, я думаю, вы сами прекрасно все видите. Озвучивать цифры не буду. По общим графикам. 15 с лишним преимущества CSW по экспириенсу. 7500 также в их пользу. У Туди уже имеется аганимы 2300 сверху. Почему до сих пор не летит даггер, даже толком непонятно. У Чена есть мекка. Имеется Форстаф. Голдот отправляется, думаю, на базу. У Винги. До Форстафа достаточно далеко. У Бестмастера мы видели Штоули. Шрака тоже примерно видели. Правда, появляется еще и Алтимейт Орб. Я думаю, Леший у нас выходит, скорее всего, в Сайт оф Вайс. Со стороны команды Файф Эва. Виджи Доктор. Транквилы. Больше ничего. Сларк. БКБ. И Даггер. У Скайра Смага появляется все-таки Форстаф. 3 нул талисмана. Ну и Пауэр Трэдс. У Морфинга ничего не появляется. 1500 на руках. Но 0.4 КДА. У Шторма. 870. Курица ничего Шторму не несет. Шторм по МП, по-моему, немного проседает. Если какие-то вменяемые врывы с Болл Лайтнинга, все равно Шторм остается без маны. Он либо влетает на половину возможностей и улетает назад. Но эта половина возможностей команду CSW вообще толком не дамажит. Так, шаг тем временем Скайра Смага приговорил на Секретшопе. Смог провязала команда CSW. Туди кричит у нас на Шторма. Шторм в Сайвенсе. Разбирают. Разбирают очень быстро. Шторм фармил в легкой. Фармил, фармил и доформился. Теперь Шторма вообще не видят. Не обращают на него внимания. Крикнули. Топоры развалили. В крайнем случае можно дать зверям немножко потопать по земле. И тогда вообще проблем никаких со Штормом не будет. Здесь встреча. Меркель не рискует нападать на Чена. И я думаю правильно делает. Потому что вся команда CSW уже близко. Смотрим. Второй лайн. Будет ли сыпаться второй лайн. Здесь без бараков уже. Мид лейн. Внешних товаров нет. Поэтому можно будет и на топ отправиться. Под Диаболиками. Очень классно все получается у Лешака. Так. Лешак у нас сгорит через пульс нового. Миркель сыпется. Стоит Дезвард. От Вич Доктора. Туди наваливает. Туди выдерживает. Причем нормально выдерживает. Не слишком проседает. Вич Доктор погибает. Мека килл у нас для Чейнца. Ну поздравляем команду CSW. Первая карта. И первая карта за ними. 28 минут 43 секунды. Напомню это серия Best of 2. Команды играют два матча. Победитель получает по одному поинту за каждую победу. Проигравший ничего толком не получает. Ну одна победа CSW. Сейчас у них одно очко. И ждем сможет ли команда 5F. Миркель со своими друзьями хоть что-то противопоставить команде CSW. Пока что небольшая пауза. Ждем второго матча. Не переключайтесь. Пока можете подписываться на наш стрим. Ну и заходить в группу ВКонтакте. Там тоже скоро бурно будет кипеть жизнь. Все. Услышимся через пару минут. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok